Всем привет, с вами Диодант и сегодня мы продолжаем играть в Toy Soldiers. Напоминаю, что я играю после небольшого перерыва. В тот первый день я записал 6 серий, потому что игра меня просто покорила в прямом смысле этого слова. И я не мог от неё оторваться. И уж это для меня крайне редкое явление, когда я записываю по 6 серий в день по одной игре. Это было последний раз, когда вот я в армию ходил, да? Так, ну что ж, я уже попробовал этот уровень. И, скажу вам честно, друзья мои, мне здесь надавали вообще знатных люлей. То есть я ничего не смог предпринять. Хочу отметить, что здесь у противника вообще очень мощные укрепления, которые нам необходимо разбить. И которые мне не всегда удавалось разбить, скажу вам прямо. Также тут работают вражеские зенитки. Да, которая вот как раз таки привела нам не очень-то и хорошим. Ну что, здесь по стариночке расположим мы с вами укрепленные наши позиции. Далее поставим 18-фунтовку, которая, кстати, должна сейчас отработать по вражескому миномёту, который находится у нас где-то здесь. Да, вот смотрите, уже появляются у нас первые немецкие солдаты. Ну а моя задача пока что предельно проста. Это разобраться, разобраться с немецкими оборонительными позициями, миномётами и прочим, и прочим. Потому что они мне будут доставлять просто огромное количество неприятностей. Воу-воу-воу. Слушайте, какой у меня всё-таки скоростной самолёт, я могу сказать. Блин, тут бы, конечно же, использовать его как пикирующий бомбардировщик и... Нифига мне это не удаётся пока что, да? Не очень-то и хорошо. Это у нас всё выходит. Располагаем здесь ещё один пуль, потому что на ближних позициях не имеет смысла вообще располагать. И, кстати, вот меня очень многие просили поиграть за снайпера. Ну что ж, давайте. Потому что, ну, снайперская вышка, она не особо эффективна. Скажу вам честно. Тут есть несколько гораздо более эффективных способов использования. И посмотрите-ка, у нас здесь всё становится не очень-то и хорошо. Просто потому что немцы начинают прорываться. Замечательно, просто замечательно. Игра ещё не началась, а мне уже наносят terrible, terrible damage. И сейчас ещё, смотрите, появятся у нас самолётики, да? Вот это начнётся веселуха. Так, всё, бросаем, бросаем наш самолёт. Располагаем теперь здесь пулемётную позицию. Далее здесь располагаем пум-пумы. Потому что сейчас начнётся вообще просто огромное количество нашествий. И, наверное, выбираем наш Big Willy танк. Немцы прорываются, потому что... И, по-моему, мне кто-то там говорил в комментариях, что есть возможность ставить колючую проволоку или ещё что-то. Я бы хотел сейчас её поставить, на самом деле. Потому что... Не очень-то эффективно мы воюем с вами именно в обычном ключе. Ну что, покидаем танк. И видим, да, что уничтожили нас. Вот такие вот дела, друзья мои. Ставим 18-ти фунтовку. Сейчас наша задача ещё отработать тут по вражеским самолётам. И отправляемся на поиск... На поиск артиллерии противника. Точнее, там ещё где-то у нас миномёт был. Где-то по центру, если мне память не изменяет. Вот он, вот он, вот он. Раз, два, три. Промах, промахнулись, промахнулись. Посмотрите, ещё вражеские зенитки очень эффективно работают, я вам могу сказать. И что мы можем заметить? Апнуть я пока что не могу. И ещё, более того, по нам постоянно, что называется, шмаляют вражеские самолёты. Всё не очень-то и хорошо. Тем не менее, продолжаем свою борьбу, выбирая ещё один самолёт. Нам надо успеть до появления новой волны немцев... Всё-таки как-то разобраться с этими... С этой миномётной позиции. Посмотрите, там уже и танки. Чёрт, у меня нет возможности нормально управиться. Я должен выбирать танк. Да, как мы видим... Я когда-то спрашивал, удивит ли меня игра ещё чего-нибудь? Будет ли она сложнее? Да, друзья мои, она будет сложнее. И мы видим, что происходит, да? Чёрт, и зря я покинул этот танк. Придётся в Бигвилль возвращаться. Тут, конечно же, реально очень тяжело играть стало. Просто тебя атакует... Эээ, я зачем-то ещё один танк покинул, но, господи. Конечно же, фейл с моей стороны. Пум-пумы пока что мне не нужны. А здесь я усовершенствовал своё дерьмище, да? И теперь садимся на самолёты. С одной немецкой позиции мы вроде бы как разобрались. Сейчас вот надо с этим миномётом ещё. Раз, два. Ну вот всё никак не удаётся. Бравируем между зенитками. О, господи. И случайно я попал немного не туда, куда надо. Так, далее, что у меня здесь? 18-ти фунтовка. Вот таким вот образом мы тебя располагаем. Естественно, усовершенствуем. Вы, ребята, тоже должны у нас пройти модернизацию. Выбираем теперь нашу Виккерс. О, господи. Ну что за фейлы, Диодан? Что ты творишь? Я не знаю. Ладно, мы знаете, как сделаем сейчас с вами? Мы отправимся лично в бой. Потому что мне необходимо вот, во-первых, с этим миномётом проклятым. А по-моему сейчас... Я вот не знаю, даст ли моим солдатам разобраться с ним. Да-да-да, всё. Надо было просто расположить там фунтовку, как говорится, да? Сейчас мы ещё денежек с вами подзаработаем. Вот необходимо мне ещё уничтожить там вражескую артиллерийскую позицию, которую, видите, уже сейчас по нам накидывает, набрасывает. И желательно ещё не прозевать вспышку с немецкими солдатами, которые, по-моему, пойдут... О, чёрт, чёрт, где они, где они, где они? Чёрт, ещё один прорыв. Друзья мои. Это просто что-то с чем-то. Шесть. Всего шесть солдат осталось противнику довести до нашего бедного игрушечного домика, чтобы одержать победу. Но мы не отчаиваемся. Мы идём навстречу к зениткам. Вот они идут, эти немецкие солдаты. Раз. Ааа, господи, всё никак не удаётся мне, к сожалению. Увы и увы. А набросить, набросить из марка у меня тоже нет возможности, да? Увы и увы. Так, ну что теперь мы можем с вами сделать? Повышаем, повышаем, повышаем. Здесь располагаем ещё одну пулемётную позицию. Хотя сейчас по ней наверняка начнёт, да, накидывать вражеская артиллерия. Ну ладно, я не могу пока что, понимаете, как-то отвлечься на... На другие свои позиции. Мне надо в первую очередь разобраться вот именно с немецкой... С немецкой артиллерией. А понимаете, нету ни времени, ни возможности. И опять кто-то прорывается к нашему игрушечному домику. Ну что ж там, пушка-то, работай более эффективно. Я не могу всё время за всех отдуваться, вы же это прекрасно понимаете. И сейчас по нам начнёт работать зенитка. Да, и понимаете, даже нет возможности подлететь. Ну а как насчёт использования марка? Я не могу, по-моему, видеть. Да, у меня, к сожалению, даже нет возможности лично участвовать в этом деле. Так, совершенствуем наши пушки. И вот ползёт-ползёт немецкая бронетехника. И мне необходимо принимать опять-таки личное участие в обороне от всего этого дерьма. Потому что вот уже рядышком эти танки немецкие. Ну давайте, ребята. Хорошо так и быть. Вы смотрите, он ещё и огрызается, тварь такая. Плюс по нам накидывает немецкая артиллерия. Тут вообще просто какая-то мега бойня. Это не игрушечные солдаты, это я не знаю, что такое. Это какая-то Прохоровка. Как ещё можно охарактеризовать? Тут просто на рожон приходится лечь, что называется, да? Чтобы обороняться вот от немецких солдат. Просто жесть. А, он, смотрите, он, кажется, понял, что... Что у нас левый фланг послабее и пытается туда перейти. Да, и всё, меня уничтожили. Ну ладно, сейчас, я думаю, тут моя техника должна помочь. И сможет разобраться. Тут на всякий пожарный ставим. А вот накинут по нему или нет? По-моему, нет, не смогут. И, кстати, здесь, наверное, лучше... Да, продать всё это дело. Давайте попробуем газовую камеру поставить. Откуда побегут немецкие солдаты? Мне пока что непонятно. Да стой, братан! Уничтожай его! Стой, брат! Всё, прошёл он. Прошёл он, к сожалению. Ладно. Взлетаем, взлетаем, взлетаем. Надо сейчас вот в срочном порядке разобраться с вот этой тварью. Раз, два, три, четыре. Блин, понимаете, не успеваю даже бомбы сбросить. Вот чём загвоздочка, да? А давайте мы здесь поставим миномёт. Не знаю, там получится у нас или нет. Как-то поэффективному использовать. Ага, хрен там плавал. Накидывают по нам, накидывают. И, господи, опять прорываются немецкие солдаты. Шесть человек всего осталось. Блин, какая-то мега напряжённая миссия на самом деле. Даже не знаю, как её проходить-то дальше. Может, я там, конечно, что-то и неправильно делаю. Ну вот как, вот как вот с ней разобраться? Туда надо ехать лично на танки, понимаете? Туда надо ехать лично на танки. Только в таком случае что-то у нас может получиться. А в противном случае всё становится крайне печальным. Крайне-крайне печальным. Там ещё скоро и самолёты придут. То есть начнётся у нас новая бомбёжка, новая бомболейла. Ну ладно, не отчаиваемся, идём на танки. Для меня это пока что единственный спор. А, вон, посмотри, там уже ползёт, ползёт. С немецкой техникой, господи. Надо успеть. Похоже, нифига я не успею. Отлично, с одним разом. Удерёмся до конца, ребята. Стиснув зубы, мы будем драться до конца. Я не знаю, каким образом мы должны победить в этой игре. В этой миссии. Ну просто, просто, блин, невозможно, невозможно. Итак, ещё один. Нет, братан, сегодня не твой день. Ты не пройдёшь мой игрушечный домик. Иди нахер отсюда. Это наша корова, и мы её доим, что называется, да? И ты хочешь леща получить? Ну давай, иди отсюда. Господи, их тут просто огромное количество. По нам ведут обстрел. По нам ведут огонь. Мы еле-еле сдерживаем немецкие позиции. И да, мы теряем свой танк. Но тем не менее, у нас есть запасной. У нас есть запасной бигвили танк. Не всё потеряно, друзья мои. Мы идём в бой. И мы будем сражаться, я вам могу сказать. Потому что у нас нет выбора, мать его. Это грёбаный игрушечный домик, за который мы готовы сложить свою голову. Иди нафиг отсюда. Чёрт, там кто-то пытается прорваться. Мы не можем дать ему этот шанс. Стой! Стоять, 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 братан! Чёртово дерьмо! Один прорвался. Выбираем танк. Ну что ж, пять. Пять единиц техники осталось. Дойти. Да, даже четыре. Я вам могу сказать, даже четыре. Чёрт, я опять выбираю этот маленький. Маленький-маленький самолётик. Но мы должны хоть что-то успеть сделать. Должны уничтожить хотя бы одну огневую точку противника. Потому что всё вот... Всё сошлось на вот этих вот проклятых немецких. Мать его! На вот этих вот проклятых немецких артиллерийских позициях. Из-за них я ничего не могу вообще сделать. Хотя здесь миномёт работает, и мы даже можем его улучшить. Да, наверное, так и сделаем. Ну что, тогда мы с вами что ещё здесь можем сделать? Больше, по-моему, негде мне расположить моих солдат. Фунтовка работает. И вот идёт новый натиск. Ну вы знаете, как я сделаю? Господи, там ещё и немецкие танкетки. Я отправлюсь... Я лично отправлюсь на этом грёбаном танке к этой грёбанной артиллерийской позиции. Потому что она меня, мать её, достала. Понимаете? Это... Это вообще невозможно с ними воевать. Иди сюда, засранец мой. Я отправлюсь лично на уничтожение этой волны. И сам, короче говоря, разберусь с этой проклятой, блин, немецкой хернёй. Потому что это что-то с чем-то. Она мне доставляет просто колоссальное количество неприятностей. И там миномёт работает, не работает, не вообще по барабану. Я должен... Я должен вот сейчас её увидеть. И дать ей по башке. Где ты, мать твою? Всё! Домой, сучка. Домой, сучка крашеная, да? Располагаем здесь газ. Немцы сейчас могут пойти с той стороны. Вы понимаете? Там ещё у нас есть одна артиллерийская позиция. С которой становится не всё очень приятно. Давайте попробуем расположить здесь. И да, по ней, видите, сразу же начинается отработка. Да, юнит уничтожен. Ну тогда мы сажаемся на Виккерс. Посмотрите, там сейчас против нас ещё пойдут немецкие вот эти вот самые вертолёты дебильные, да? И вот танкетки, танкетки идут, ребята! А мы, к сожалению, так и не смогли уничтожить эту артиллерийскую позицию. Надо садиться на танк. Надо идти в бой. Надо топать вперёд. Потому что танкетки, их очень много. Против них реально будет тяжело обороняться. И они, похоже, настроены крайне агрессивным образом. Я вот не знаю, куда они идут, но надеюсь, что не в тот мой... Не в тот мой игрушечный этот домик. Потому что защищать один домик, это гораздо проще, нежели чем... Так, 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 так. Куда они идут? Ну вроде бы отбились. Окей, запускаются у нас вот эти вот самые немецкие вертолёты. Ну пофигу, они не такие грозные, понимаете? С ними ещё можно, что называется, разобраться. А вот с этой немецкой артиллерией... Всё, уничтожили, уничтожили. Ну наконец-то. На всякий пожарный здесь я располагаю свою зениточку. Пум-пум. А далее здесь мы ставим уже... Ай, даже не знаю, что бы здесь поставить. Наверное, пулемёт тоже поставим. И тут у нас располагается наш миномёт. Миномёт улучшаем до следующего уровня. Тебя тоже. И юнит дестроит. Это кем? Ах, вы посмотрите, какая сучья скотина у нас объявилась там. Есть ещё один... Есть ещё одна немецкая позиция. Господи, сколько их там. Немцы ныкаются, понимаете? Серый камуфляж. Отличная маскировка. И с ними там разобраться у нас будет тоже очень тяжело. Просто потому... Просто потому, что это, мать его, немцы, блядь. Понимаете? Мне придётся, наверное, лично участвовать во всём этом забеге. Марк тоже мы улучшаем. И отправляемся на танки. Потому что... Блин. Ну, в принципе, осталась-то ещё одна волна немецкая, да? Мы должны что-то с ней сделать. Слава богу, здесь нет никаких ни убертанков, ни цепелинов, ни прочей конской херни какой-нибудь, да? Смотрите, идут против нас танкетки. Ну, давай, иди сюда, зараза. Я готов с тобой поговорить на повышенных тонах. Ну, это реально был, блин, тяжёлый уровень. Тут, что называется, мы на соплях. Еле-еле отбиваемся. И вот по нам опять начинают накидывать. Где эта хрень? Вот она, вот она. И посмотрите, мне не хватает угла вертикальной наводки, чтобы банально по-нормальному, короче говоря, разобраться с этой, блин, свиньёй летающей. Я даже матерюсь, ребята, потому что, блин, меня эта игра взбесила, я могу вам сказать. Это всё, конечно, классно и прекрасно, но немцы, мать ваша, что вы творите? Ого, вы видели, да? Вы, мать его, видели? Ну, офигевшие пари. Я, нет, я снова сажусь на танк, мне вообще по барабану. Осталась у нас 18-я волна немецких пехотинцев. Все делалы, аля-то-поля. Ох, а нет, я, знаете, я покину танк. Я продам это дерьмо. Я здесь располагу, располагу, господи. Мы идём на улучшение, чтобы нам ещё здесь поставить. Чёрт, вот там уже начинается веселуха на самом-то деле. Так, марки у нас улучшены. Сейчас мы прямо с двух сторон будем бить по немцам, и идёт крайняя волна немецкой пехоты. Но не беда, мы тоже идём в бой. Не, вообще по барабану, в принципе-то. Тем более, что с ними там нормально расправляются, всё замечательно. Я всё-таки добью этот миномет немецкий, понимаете? Это уже дело принципа. И вот ползёт у нас ещё одна фигня, но ей ничего не стоит. Кстати, давайте посмотрим на левый фланг, потому что там кто-то, судя по всему, прорвался у нас. Чёртово дерьмо, они прорываются. Минус один. Немцев там просто огромное количество. О, а вот куда вы решили? Ху-ху-ху! О, да, ребята, удачи вам, удачи. Да-да-да, давайте-давайте. Посмотрю, как вы будете проходить. Чёрт, я, по-моему, застрял немножко. Нет-нет-нет, мне надо, короче, бежать в ту сторону. Да-да-да, защищаем игрушечный домик, потому что... ...финальная немецкая волна идёт. Вы понимаете, тут всё. Но неужели нам удалось? Да-а-а-а! Вот это бой! Вот это бой, друзья мои! Просто жесть! На этом мы заканчиваем нашу серию. С вами был Диодант, всем пока-пока!